Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов с новостями шахматной моды. Французская защита набирает все больше популярности среди сильнейших шахматистов планеты. След за Магнусом Каусоном ее теперь применяет уже Фабиана Коруана. Давайте посмотрим партии. Алиэза Феруджи против Фабиана Коруана на супер турнире Норвей Чес. Феруджи играет Е4 и Коруана удивляет его французской защитой. Ну что ж, разыгран основной вариант с ходом Коинси Трим. Белые затыкают центр, подкрепляют пешку Е5. Эти ходы мы много раз видели на практике. И здесь Фабиана применяет, наверное, наиболее принципиальный план за черных. Это немедленное взятие на Д4 и после взятия конем ход Ферзь Б6 под атакой. Пешка Б2, а это означает, что белым не удается закончить развитие путем Ферзь Д2 и длинной рокировки, как они обычно это делают. Интересно, что эта позиция возникала в моей партии против Феруджи. Тогда Феруджи против меня сыграл А3. Такой ловушечный ход. Я нельзя бить пешку на Б2 из-за хода Ка4 и ловится Ферзь. Но зато можно пойти в слон С5, усилить давление на коня Д4 и на конь А4 объявить шаг, на Б4 забрать коня на поле А4. Вот именно так и было сыграно в бою партии против Феруджи. Взятие на С5, взятие конем и ход конь Б5. Все это вы можете увидеть у меня на канале по всплывающей ссылке. Обязательно посмотрите партию и не забывайте, что здесь за черных сильнейший ход конь Е4, допуская вилку на С7. Но мы возвращаемся к нашей текущему поединку. Итак, Феруджи против Круана применяет все-таки основной ход. Ставит Ферзя на поле Д2. Круана забирает пешку Б2. Именно для этого Ферзь выходил на Б6. Ладья Б1. И Ферзь уступает на поле А3. В этой позиции основной ход белых это выход слона на поле Б5. Здесь сыграно огромное количество партий. И вердикт такой, что черные удерживают позицию. Пока что перевес белых доказать никому не удалось. Поэтому Феруджи пробует немножко боковой ход. Он нападает на Ферзя конем. В принципе тоже логичный ответ, потому что Ферзь под боем и грозит вилкой на поле С7. Но Ферзь забирает вторую пешку и попутно атакует белую ладью. И вот здесь перед белыми определенная развилка. Если вы собираетесь играть от Виан за черных, то вы должны быть готовы к ходу ладья Б3. И здесь у черных есть выбор. Можно, например, объявить шаг Ферзем. Тогда очень важно отступить королем ни в коем случае не на поле Ф2. Потому что после конь С5 грозит вилка с поля Е4. И черные получают перевес. Надо поставить короля именно на поле Е2. Кажется совершенно уродским ходом. Но после ладья Б8 белые здесь форсируют ничью. Объявляют шаг, жертвуют фигуру за две пешки. И здесь партия должна закончиться повторением ходов шагами по С7 и Е6. Дело в том, что королю невыгодно убегать из-под шагов. Поскольку тогда падает пешка на Д5. И белые начинают страшную атаку против короля. Но если черные хотят поиграть на победу, то им как раз невыгодно объявлять шаг на поле А1. Гораздо лучше немедленно поставить ладью на Б8. Уводя ее из-под двойного удара. И теперь после... Ну, во-первых, начнем с хода Ферзь С7. Ферзь С7, король Д8. Здесь уже не проходит жертва фигуры. Поскольку можно пойти король Е7. И очень важно, что на взятие центральной пешки находится шаг на поле А5. Разменивая ферзей. И черные получают выигранную позицию. Однако у белых есть очень сильный ход Ферзя на поле Ц3. Который еще не был сыгран на практике. После чего у белых достойная компенсация за пожертвованные пешки. В общем, эта позиция ждет ваших партий. Попробуйте сыграть ее за оба цвета. Здесь будет очень интересная обоюдная борьба. Но в нашей с вами партии Феруджа отступил ладьей на поле Д1. Здесь ладья, конечно, прикрывает первый ряд. Но расположены намного пассивнее, чем на поле Б3. Не понимает участия к атаке ферзевого фланга. Что позволяет черным спокойно завершать развитие ходом ладья Б8. Ну и надо сказать, что Феруджа объявляет шаг. Король отступает на Д8. Теперь жертва на поле Е6 просто проигрывает. Король отступает на Е7. Обратите внимание, что пешка Д5 защищена ферзем. А на ход конь С7 играем Д4. Уводим пешку из-под боя. И у черных выигранная позиция. Поэтому приходится коню возвращаться обратно на Б5. Черный выводит коня на С5. Готовит прыжок на поле Е4. Белые должны этому препятствовать. Размен коня на слона. Ну и в этой позиции встречалась она всего лишь один раз на практике. И тогда черные объявили шаг с ферзем на поле А5. Не самый лучший ход, который только помогает белым закончить развитие. Потом черные попытались разменять фигуры. Но оказалось, что у белых слишком мощная инициатива. Даже без пешки они вскрывают позицию. И переходят в Эншпи с разноцветными слонами. В котором, конечно, позиция черного короля выглядит очень удручающе. Белые развили страшную активность. И даже гроссмейстеру Даниэлю Фаидману не удалось здесь сделать ничью против игрока с рейтингом 2413. Так что позиция достаточно неприятная. Заслуживает внимания ход А6, чтобы немедленно определить позицию коня на Б5. Собирает ли он пойти на Д6, либо он отступит на поле С3. Но в нашей партии каруана играет слон Д7. В принципе, логичный ход. Вместо того, чтобы помогать развитию белых, черные сами завершают развитие. И в этой позиции Фи Руджи следовало просто сделать рокировку. Вот самый логичный ход в партии. Завершить развитие. И связано он с дальнейшим идеей провести пешку на Ф5 и контр-игрой против черного короля, который застоял в центре. Надо сказать, что во всех вариантах здесь у белых достаточная контр-игра. Например, если сыграть Ферзь С4, как в партии, то размен на поле С4. Размен на поле С6. И конь вторгается на Д6. Здесь у белых полнейшая компенсация. Сдвоенные пешки и разноцветные слоны. И пассивный слон на Д7. Чуть посильнее сыграть Коль Б4. И попытаться таким вот способом разменять слона на коня и перевести игру в контратаку против пешки С2. Но даже эта позиция не так ясна для черных. Размен на поле С6. Отдаем пешку на С2. Но зато вторгаемся Ферзем на обжорный ряд. Пешка Ф7 под прицелом. На слон С5 размениваемся. Ну и в этой позиции на ход ладья Ф8 играем Ф5. И продолжаем активную игру против застоявшего в центре короля. Несмотря на две лишние пешки, черным непросто защищаться. И позиция носит характер динамического равновесия. Ферруджи же продолжает свои прыжки конем. Вместо того, чтобы завершить развитие, ход конь Д6. Но этот конь проделал уже огромный путь. И на поле С7 побывал. И на поле Д6 он побывал. Здесь его естественно убивают. Черные играют Ферзь С4. Предлагают размен с Ферзей. И ходом Ф6 ограничивают максимально игру белых. Дальнейшая часть партии не требует особых комментариев. Здесь максимально аккуратно сыграл Круана. Вот обратите внимание, на этот момент белым удалось отыграть пешку и активизировать своего Ферзя. Однако Круана переходит в контратаку. Играет Ладья Б2. Допускает Ферзя на 8 ряд. Жертвует по сути Ладью. И после взятия на С2 уже белый король попадает в страшную атаку. Приходится играть слон Д2. Шах. Король отступает. В любой момент черные могут форсировать ничью. Но Круана продолжает играть на победу. Он толкает вперед пешки. Открывает дорогу с французскому белопольному слону. Белые пускаются в бега. Отдают слона с шахом. Король пытается убежать от шахов. Ну и здесь. Несколько шахов объявляет Круана. Съедает несколько пешек. И в итоге забирает пешку на Д6. Ферруджи пытается активизировать Ладью. Однако после точного отступления Ферзя на поле Ф8. Вынуждается размен Ферзей. После чего партия переходит в Эншпи с четырьмя пешками и слоном против Ладьи. Огромный материальный перевес черных. Лавина к черных пешек готова смести все на своем пути. И Ферруджи не стал продолжать сопротивление. И сдал партию. Такое вот триумфальное возвращение французской защиты на турнир топ уровня. Фабиано Круана бьет Алейзу Ферруджу и продолжает лидировать на турнире Норвей Чес. Фабиано Круана бьет Алейзу Ферруджу и продолжает лидировать на турнире Норвей Чес.